Общегородской субботник, проводимый в рамках пятилетки по благоустройству, объявленный губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, стартовал в 11 утра сразу на нескольких площадках. В лесу по улице Курчатова на уборку вышли школьники, учителя и добровольцы из числа активных местных жителей. Инвентарь предоставили спонсоры, мешки, перчатки. Планируем работать до победного. В Первомайском районе субботник проводили в прибрежной зоне между ФОКом и стадионом Торпеда. Глава администрации города Вячеслав Гнутов привел с собой жену и дочку. Есть такое выражение, что субботник это когда люди, которые никогда не мусорят, убирают за теми, кто никогда не убирает. К сожалению, в основном это бутылки, пакеты, так сказать, остатки веселого времяпровождения наших горожан, которые время провели, а с собой-то не убрали. Кстати, масштабность мероприятия во многом определили сами горожане, которые вышли с такой инициативой к администрации города. Блогеры формировали бригады добровольцев прямо в соцсетях и буквально за неделю сами определили места для субботников. Почему вы сегодня здесь? Ну, потому что я беру ответственность за себя, за все, что меня окружает, за этот город. И мне не безразлично, как он выглядит, в каком городе живут мои дети, растут мои дети, по каким улицам мы ходим. Представители молодежного парламента и депутаты городской думы убирались на берегу речки Меликески. Не хочу непосредственно акцентировать внимание на какой-то из партий. Хочу сказать одно, что сегодня все партии, которые представлены в городском думе, вышли на этот субботник. Поэтому еще раз всем большое спасибо. В общегородском субботнике приняли участие почти пять тысяч горожан. На Тиинский полигон было вывезено около тысячи кубов различного мусора. Димитровград к майским праздникам заметно преобразился и похорошел. Теперь самое главное – это сохранить чистоту и порядок как можно дольше. Наталья Васильева, Анжелика Бровинок. Наше время.